Ну что ж, дорогие друзья, ура! Под фанфарой перерезали красную ленту. Теперь мост можно считать открытым. Ремонтные работы здесь проводились в течение полугода с октября 2014-го. Подрядчики отремонтировали опоры, заменили гидроизоляцию, водоотводную систему, положили и новое дорожное полотно. И все это по новым технологиям европейского стандарта. Учитывая погодные условия и сжатые стройки, пришлось выполнять работу как было суточное. Поэтому работу выполнялись, нужно было выполнить быстро и качественно. Место здесь непростое из-за того, что мост находится на большой высоте. Это парусность, ветер и шквалистость. Но мы эту работу выполнили. Священнослужители отслужили молебен и осветили виадок. После чего начальник управления автомобильных дорог Черноморья Владимир Кожель наградил почетными грамотами три компании подрядчиков и высоко оценил проделанную ими работу. Работа, которая сделана сегодня по обновлению этого моста, она качественная, своевременная. Мост стал еще красше, еще интереснее. Если помните, что накануне ремонта, вот, и там уже взгляд за что-то цеплялся, и там уже что-то надо было поправить. Сегодня вот качество выполненных работ нас радует. Работы сделаны своевременно. Действительно, очень короткие сроки, сжатые сроки. В непростых условиях строители справились со своей работой накануне майских праздников. Учитывая, что в Большой Сочи сегодня устремляется большое количество туристов. Мы им всем рады. И они сегодня смогут насладиться, в том числе и виды, которые открываются с этого прекрасного виадука. Мост считается одной из достопримечательностей Лазаревского района. Длина его проезжей части составляет 576 метров. Виадук способен выдержать девятибальные землетрясения. Первыми проехали на железных конях байкеры. Пока сооружение находилось на ремонте, автомобилистам приходилось для объезда делать крюк почти в 2,5 километра. Теперь, когда виадук снова открыт для движения, водители смогут экономить почти 10 минут пути. В связи с открытием моста, конечно, мы экономим время, экономим бензин. Опять же, не изнашиваем двигателя. И, конечно, как любой водитель, мы за плюсы в открытии инфраструктуры. Сейчас, ну, давненько же мы не ездили по нему, по мосту. То есть, сейчас с удовольствием проехал по нему. Ну, в общем-то, аж какое-то удовольствие получил. Тем более сократилась дорога, и затраты, и нервы. И, ну, в общем, отлично. Спасибо ребятам. Как отмечают в Управлении автомобильных дорог Черноморья, в Сочи еще 10 мостов находятся на ремонте. Уже к началу летнего сезона восстановительные работы будут завершены. Елена Апсецна, телекомпания ФКТ.